Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас во втором выпуске интернет-проекта «Имя месяца». Заключительный месяц осени, ноябрь, явил миру многих замечательных, великих творцов. В этом месяце родились такие русские композиторы, как Александр Порфирьевич Бородин, Александр Григорьевич Рубинштейн, Сергей Иван Вичтанеев. Среди зарубежных композиторов это Карл-Мария фон Вебер, Фрунца Куперен, а также знаменитые мастера искусства, скрипач-виртуоз Леонид Борисович Коган, балерина Майя Михайловна Плесецкая, оперный певец Осип Афанасьевич Петров. Сегодня мы поговорим об уникальной личности XIX века – Антоне Григорьевича Рубинштейне. Это плодовитый композитор, замечательный педагог, один из лучших пианистов своего времени и выдающийся музыкально-общественный деятель, необычайно много сделавший для профессиональной русской музыки. Композиторское наследие Рубинштейна огромно. Он работал едва ли не во всех сложившихся к тому времени жанрах. Им создано 13 опер, духовные оперы-ораторий и кантаты, балет, хора-акапеллы для разных составов, 6 симфоний и несколько одночасных симфонических произведений, 5 фортепианных, 2 скрипичных и 2 виолончельных концерта, около 20 камерно-инструментальных ансамблей, множество более мелких инструментальных пьес, а также романсы на тексты русских, немецких, сербских и других поэтов. Антон Григорьевич Рубинштейн родился 28 ноября 1829 года в селении Выхватинце, Подольской губернии. Сейчас это Приднепровская Молдавская республика. Мать Антона, Калерия Христофоровна, родом из немецко-еврейской семьи. Отец, Григорий Романович, занимался купеческими делами. Когда Антону исполнилось 3 года, Рубинштейны переезжают в Москву, где Григорий Романович открывает карандашную фабрику. Его гостеприимство не знало границ. Дом Рубинштейна всегда был полон людей. Постоянными гостями были музыканты, поэты. Такая творческая атмосфера, несомненно, благотворно влияла на детей. Антон стал рано проявлять интерес к музыке. Он внимательно слушал, когда музицировала маму, и напевал понравившиеся мелодии. Заметив музыкальные способности сыновей Антона, а затем Николая, Калерия Христофоровна стала давать детям первые уроки игры на фортепиано, проявляя обычную для нее строгость и требовательность. Быстрые успехи детей побудили ее обратиться к русскому композитору и пианисту Александру Ивановичу Вилуану. «Основу он мне дал самую прелестную. Фундамент такой, с какого мне нельзя уже было упасть. Всю мою последующую жизнь я не встречал лучшего педагога», сказала Вилуаня Антон Робинштейн, учившийся у него в течение пяти лет. Первое выступление юного гения на публике состоялось в возрасте десяти лет. А через два года со своим учителем они отправились в гастрольное турне по Европе. Оно продолжалось с 1840 по 1843 год и охватило Францию, Голландию, Германию, Австрию, Англию, Норвегию, Швецию, Чехию и Польшу. Признанный вундеркиндом, Робинштейн не только снискал успех у публики, но и заинтересовал собой выдающихся музыкантов того времени. Газеты повторяли слова Листа «Робинштейн – одно из блистательнейших явлений виртуозности. Он будет моим преемником». Вместе с матерью, желавшей пополнить образование детей, они отправились в Берлин. Там работал один из крупнейших в Европе учителей теории композиции – Зигфрид Ден. В 1848 году Антон Григорьевич переезжает в Петербург. Он быстро осваивает новую для себя профессию и начинает дирижировать своими крупными произведениями. Этот период был сложным для композитора. Он едва обеспечивал свою жизнь уроками и редкими сборами от концертов. На своем опыте он познал трудную судьбу музыканта. Наряду с написанием музыкальных произведений, он работает над проектом создания такого музыкального учебного заведения, окончание которого давало бы музыканту узаконенное государственное положение. Но возможность осуществить эту идею наступит чуть позже. Через четыре года Робинштейн возвращается в Петербург и начинает осуществлять свои идеи. В 1859 году при поддержке великой княгини Елены Павловны и под руководством самого Робинштейна в Петербурге было основано РМО – Русское Музыкальное Общество. Просветительская цель РМО выражена в словах одного из его организаторов – Дмитрия Васильевича Стасова. Сделать хорошую музыку доступной большим массам публики. Следующее значительное событие в истории русской профессиональной музыки произошло в 1862 году. По инициативе Робинштейна в Санкт-Петербурге открывается первая в России консерватория, профессором и директором которой Антон Григорьевич был на протяжении многих лет. Он собрал блестящий состав преподавателей. Среди первых выпускников был Петр Ильич Чайковский, ученик Антона Григорьевича. Как вспоминает Александр Иванович Рубец, Антон Рубинштейн был вездесущ, когда он находил время для самого себя – положительная загадка. «Могучая личность директора консерватории внушала нам, ученикам, безмерную любовь, смешанную с немалую дозой страха», – вспоминал сокурсник Чайковского Герман Ларош. Перед вами улица, названная в честь композитора. Здесь жил Антон Григорьевич Рубинштейн с 1887 по 1891 год. Мечтой Рубинштейна всегда было просвещение своих слушателей. Так родилась идея проведения знаменитых исторических концертов. Их целью было показать постепенное развитие фортепианной музыки от самых ее истоков до творчества русских композиторов второй половины XIX века. Весь объем музыки укладывался в семь концертов. Это грандиозное событие потрясло музыкальный мир. Рубинштейн не любил аплодисменты, они его отвлекали от исполнения. Поэтому произведения он играл друг за другом, без остановки. Позже Рубинштейн провел в Петербурге расширенный цикл исторических концертов в виде публичных лекций с комментариями. Им было сыграно 877 произведений, 57 авторов. Мнение о Рубинштейне-пианисте было одинаково восторженное. Страстно восхищался пение рубинштейновских «Львиных лап», как он называл руки великого пианиста, Владимир Стасов – мощный критик и искушенный слушатель. О присутствии души и сердца в пальцах Рубинштейна с восторгом говорили многие. Из воспоминаний Сергея Васильевича Рахманинова. Я помню, как однажды на одном из концертов он играл Исламея Балакирева. Что-то отвлекло его внимание, и, очевидно, он совершенно забыл сочинение, но продолжал импровизировать в манере Балакиревской пьесы. Минуту через четыре он вспомнил остальную часть и доиграл до конца. Это очень раздосадовало его, и следующий номер программы он играл с предельной точностью. Но, как ни странно, его исполнение потеряло чудесное очарование момента, в котором подвела его память. Композиторское дарование Рубинштейна высоко ценил его ученик – Петр Ильич Чайковский. Известно, что он многое почерпнул в творчестве своего учителя. Особенно удавалось композитору музыкальные образы Востока, что было, начиная с глинки, коренной традиции русской музыки. Среди лучших рубинштейновских восточных воплощений – опера «Демон» и «Персидские песни». Главный герой в опере – демон, метущийся, неудовлетворенный, он стремится к недостижимому счастью. С ним слушатель тех лет отождествлял себя, и такое сравнение происходило в русском оперном театре, кажется, впервые. В «Демоне» сложился жанр русской лирической оперы, вскоре получивший воплощение в опере Чайковского Евгений Онегин. «Персидские песни» «Персидские песни» В 1874 году жена композитора Вера Александровна купила участок с постройками в Старом Петергофе на углу Знаменской улицы. Именно здесь Рубинштейн создал альбом пьес для фортепиано под названием «Петергоф». Антон Григорьевич многое сделал для развития города. Он давал благотворительные концерты, жертвовал крупные суммы. В 1889 году во знаменовании 50-летия музыкальной деятельности Александр III присвоил Антону Григорьевичу звание почетного гражданина Петергофа. На Петергофской даче композитор провел последние месяцы своей жизни и умер в ноябре 1894 года на 65-м году жизни. Подводя краткий итог, можно сказать, что Антон Григорьевич Рубинштейн – личность грандиозного масштаба. Он многократно концертировал во многих странах Европы и США, а все отрасли творческой деятельности композитора объединяются благородной идеей просветительства.